Время говорить Меня зовут Ольга Продан У нас в гостях сегодня Кураторы программы Арт-этаж-монтаж Спартак Голиков И Татьяна Алгесашвили Здравствуйте Здравствуйте Мне кажется, что ваша афиша С котиком вместо краба Скоро станет Владивостокским мемом Своеобразным Я думаю, нужно сразу Рассказать вообще Что это за афиша Кто ее придумал Вы ли авторы этой программы И что это будет за программа И почему котик? Начнем с того, что Ну, афишу придумали мы В частном Ну, то есть это Творение коллективного разума Такое Возникшая как вспышка Озарения Ну и Афиша действительно Я бы не назвал это афишей Я бы назвал это Ну, на самом деле Тизером То есть это все Задумывалось Как этап такой Интриги Из которой потом Вырастает проект Не связанный Но, как сказать Интрига Оказалась Популярнее Уже Как показывает Данность Уже стала мемом Да, да, да Она уже стала мемом И уже стала популярнее Чем на афиши Которая у нас Будет Потому что Ну, практически Никто этого афишу Не видел А котика нашего Видели Краба котика Видели все Ну, котик Я так понимаю Вообще Нарисовал Воплотил И сам котик Это Руслан Земляники Ну, принадлежит Да Это его Даже Это реально существующий котик То есть Его фирменный стиль Очень много афиш Да С ним Да То есть с котиком Ну, а какую идею мы вкладывали Идею мы вкладывали Ну, на самом деле Это И мы иронизировали Над собой Изначально Да Над собой Как у людьми Которые устраивают Вот эти вот Серию мероприятий Этих людей там Не увидишь На фестивальной площадке То есть Это априори Не потому что Их не зовут А потому что На самом деле Они немножко Это немножко Другая музыка Это Музыка с сильной Такой арт-составляющей Это больше Можно сказать Это арт-проекты Скорее всего Либо это музыка Действительно Которая Ближе к арт Там Как искусство Поэтому и наш Вот этот вот мем Он такой Ну Этот тизер Он По сути Представляет собой Инверсию Это такой Верокс Вывернутый Вывернутый Наизнанку Ну И Ну И это Основная наша идея Ну и конечно Мы да Мы куснули Верокс Была Была Мы Мы уже не дети Мы понимаем Что мы делаем Это такой арт-терроризм То есть Мы Все отлично Себе отдаем Мы отлично Понимаем Какую нишу Занимаем Там Грубо говоря Мы Со своими Вот этими Арт-претензиями Ну и понимаем Что такое Верокс Как продукт Глобальный Как там Какой-то там Бренд Для города Там И все И все Прочее Там Все вот эти Вот Очень Хорошие вещи Мы Такую Представляем Не то чтобы Оппозицию Мы представляем Если это Майнстрим Да То мы Такой Ну как бы Андеграунд И поэтому Ну действительно На Верокс Ну у нас Есть там Как у Авторов Исполнителей Как у слушателей У нас есть Определенные Претензии Которые Этот Котик Крабокотик Воплощает По большому счету Я могу Вас Назвать Немного Наверное Панками В искусстве Ну потому что Есть у нас Определенные Там Группы Людей Которые Выступают На сцене Читают Стихи И их творчество Немного Отличается От Какого-то Классического Там Общепринятого И Не будет ли Это выглядеть Как группа Обиженных Музыкантов Которых Не упустили На Верокс То есть Обиженки Такие Убогость Такой Еродивые Да Все что мы Вкладываем В панк Нет На самом деле Здесь я бы Скорее говорил О другом Мы Как продолжатели Ну то есть Как мы Изначально Это рассматривали То есть Мы на самом деле И те группы Которые объединяют Эти мероприятия Те коллективы Те проекты Это продолжение Традиции Которые В Владивостоке Это всегда были На самом деле В Владивостоке На Дальнем Востоке Обшире даже Смотрел Потому что Был Валерий Шерепчук Со своим Рокнутым Театром То есть Приморский Авангард Это 80-е годы Из наших Тот же Туманный стон Например Это же тоже Вроде бы Панк-рок Но он такой Панк-рок Что он никому Не понравился И не оказался Коммерчески успешным Как раз В силу Каких-то Интеллектуальностей Текстов Ироничности Чрезмерной Легкости Текстов Здесь нет Давящей Сиротливости Оркестровую яму Я бы назвал Хабаровский Проект Коли Никитина Который нам Близок По духу И Вот Эти ориентиры Люди Проекты Дело которых Мы продолжаем При том Что Не то что Мы взяли на себя Миссию Вот мы возьмем Продолжать Дело Коли Никитина Или Мити Изуты Нет Просто На самом деле Мы находимся В контексте Этой ситуации Мы сами Участвуем В этих проектах И мы понимаем Что Настолько Этих проектов Может быть Не много И настолько Это не популярно Среди музыкантов Не столько Среди зрителей То есть Если это панк-рок То это такой Арт-панк Ну то есть В мягком стиле Душевном И камерном Потому что Там не будет Ни дисторшенов Ни перегрузов Ни Джи-джи Жаль Она там Не планируется Таня Расскажи Какие группы Будут В программе Вообще У нас будет Неофициальное Открытие Верлокса Которое Будет проходить В то же время В которое В фескохоле Будет выступать Илья Логутенко И группа Мометрол Мы в это время На набережной Открываем Наш мини-фестиваль Группой ДВР И четвертого Пятого Шестого Мы разбили Как уже Спартак Говорил По дням По направлениям Четвертого У нас Будет Открытие Выставки Виктора Хмеликова Которая Перетечет В открытие Нашего фестиваля В арт-этаже Арт-этаж Монтаж Рока Накладывает Определенный момент Потому что Мы же тоже Мы взаимодействуем В пространстве Опять в пику Прошите И поэтому Это такой день Будет Не совсем Обычного Но Достаточно Мягкого И там Можно даже Сказать Гламурного Рока Я не знаю Интеллектуального Рока То есть То что Стыкуется С Витей Хмеликом И с его Джинсовыми материями Открывающейся Выставкой Второй день У нас Второй день У нас Фриджаз Да Я немножко Опять Буду добавлять Таня Нет, да Ты добавляй Потому что Программа На самом деле Большая часть Организации Программы Занимался Спартак Я знаю Фриджаз Да Второй день У нас Это фриджаз Причем Что мы Еще берем Такие вещи Исконные Как И не очень Популярные У нас Это как Спиритал Джаз Духовный Джаз Религиозный У нас Будут То есть Настоящие Ребята Играющие Джаз Фанк Но На полном Серьезе Их тексты Одухотворенные Осмысленные И третий день Мой любимый день На самом деле Потому что Я к этому Больше всего В этих проектах Задействован Он будет посвящен Такому жанру Как Саунд Поэтри То есть Саунд Поэтри Это Поэзия И музыка Но не в том Смысле Что Поэзия И музыка Это рэп Какой-то Это те люди Которых ненавидят И рэперы И рокеры Тут же Одновременно Потому что Это такой Пограничащий Жанр Тут важна Поэзия То есть Тут важна Поэзия Но музыка Не менее Важна То есть Тут важен Перформанс То есть Это такое Синкретическое Ну как бы Вид искусства И Ну вот Это будет Такой Последний день Ну опять же Каждый день Мы планируем Завершать Джемсейшеном Потому что Ну нам уже Многие ребята После вот Того как Крабокотик Пошел в массы Многие люди Заинтересовались Этим Но мы не можем Их уже включить В концепцию Да Они может быть Не подходят Но Потому что Она уже выстроена Но мы Открыли для них Вот эту возможность Таких Творческого Полета мысли На уровне Джемсейшен Когда собираются люди Играют Ну там Я не буду Чтоб никого не сдавать Там Ну я точно Знаю Что будут Музыканты Которые будут Участвовать В Верокс Они Очень Нормально Восприняли Эту идею Без всяких Этих Предубеждений И они тоже Ну в принципе Мы ждем Что они к нам придут Я думаю Что это будет Тоже здоровский Такой эксперимент Я уже поняла Что музыканты Они не против Вашей программы Но очень интересно Не против ли Организаторы Я думаю Что мы продолжим Наш разговор После небольшого Перерыва Мы уйдем На короткую рекламу А после продолжим Наш разговор Оставайтесь с нами Мы продолжаем Обсуждение Новой экспериментальной Программы Арт-этаж Монтаж С ее кураторами Таня Расскажи пожалуйста Почему вы выбрали Такую Необычную площадку Арт-этаж Это Выставочные залы Музеи Современного искусства То есть Среди картин Будут выступать Музыканты Почему Такая локация Необычная Ну Вообще Я сейчас Пока ты задавала вопрос У меня сразу Возникли ассоциации С городом Портом И что Всегда хотелось Совместить И уже давно И всегда Хочется совмещать И искусство И музыку И кино И все остальное Но Арт-этаж Мы выбрали Ну во-первых Мы работаем В арт-этаже Те коллективы Которые мы выбрали Для участия В фестивале Которые выбрали Нас Они больше Относятся К искусству Чем К музыке Ну точнее Музыкальные составляющие У них очень не сильные Там есть Перформативные моменты Есть Стехотворения Есть музыка Которая не очень похожа Ну не очень Привыкли слышать Это очень странно Вот Поэтому Это больше К искусству Мне кажется Это очень интересная Тенденция В последнее время Выбирать Площадки Необычные Те которые Не совсем Соответствуют Предлагаемой программе То есть например Под музыкальные Выступления Я бы не сказал На самом деле Просто Ну если мы говорим О выставочных Пространствах Арт-этажа То здесь В самом Уже Позиционирование В том Как уже Арт-этаж Есть Что это Коллекция Современного Искусства Александра Иванович Городни И здесь Уже Заложен Этот Вектор Развития В то Что Ну то есть Это такая Задумка Во что Может превратиться Арт-этаж Потому что На самом деле Ну Современное Искусство Оно не ограничивается Там Какими-то Картинами На стенах Там Фотографиями Либо Скульптурами То есть Это Всевозможные Виды Искусства Это И Видео Там Шоу Там Мультимедийные Вот эти Все Моменты Ну И музыка В том В том числе То есть И кино Опять же И лекции То есть По идее Вот этот Проект Арт-этаж Монтаж Это Просто Это Эксперименты По Органичному Включению В пространство Музейное Выставочное Пространство О котором У всех Вроде Есть Сложившиеся Представления Но они На самом деле На наш взгляд Не Не так уж Уже Современные По Включению Различных Проектов Это От лекций От Мультимедиа Шоу То есть Всякий Science То есть Когда Ученые Научные Искусства Ну вот Да То есть Интересное Направление Тоже Интересные Есть Проекты Которые Уже Обсуждаем И думаем Опять же Это Какие-то Концерты Выступления То есть Это Перформансы Более того На самом деле Мы просто Хотим Вот Это Попытка Расширить Как бы Понимание Что такое Арт-этаж Поэтому Даже Даже Вот Этот Вот То Что Сейчас Будет Происходить С 3 По 6 Таня Оговорилась 3 Числа На набережной Мы Расширяем Мы выходим За пределы Выставочных Пространств Арт-этажа У нас Даже Была Такая Идея На самом Делать Все Это В городе На улице То есть В виде Партизанских Действительно Вылазок Мы Просто Ставим Задачу Знакомить Почему Во всем Мире Это Уже Давным Давно Общепринятые Практики Да и в России Тоже во многих Городах А Владивосток Это Один из Прогрессивнейших На самом деле Городов И Здесь У нас Есть В этом Пустота Которая Требует Заполнения На самом деле Хорошо Сейчас Прозвучали Слова Про Партизанские Вылазки И я Просто Не могу Не спросить Я Буквально Наверное За Час До Нашего С вами Разговора Увидела В новостях Организаторы Верокса Они Против Вашей Программы Им не совсем Понравилась Ваша идея По разным Причинам Мне кажется Даже потому Что краб Вдруг стал Котиком Может быть Вы расскажете То есть Это что Это конкуренция Или Вы хотите Идти параллельно С этой программой Потому что Вы ведь понимаете Что аудиторию Вы будете Делить Одну и ту же Кто-то пойдет К вам Кто-то пойдет На площадке Верокса Ну На самом деле Делить аудиторию Одну и ту же Мы будем В любом случае Но Ну как бы Но Понимаете Ну Разговор о том Чтобы делить аудиторию Это любая вечеринка Которая происходит Там В эти же дни В любом из клубов города Она делит Аудиторию Верокса Между собой И тут Ни у кого не возникает Тут на самом деле Я думаю Ребята просто До конца Не поняли Они увидели Просто Саму картинку С краба Котиком И восприняли Их Ну вот эту вот Иронию Больше на свой счет А не как самоиронию Как это изначально И существует То есть Ну и в принципе Они не одиноки Многие Я в сети Вижу Что люди тоже Немножко Недопонимают Они подняли Это как на знамя борьбы Такого Против Верокса А на самом деле Ну Дополнение Мы не мыслили Это да Это как дополнение То есть Я еще раз повторю Мы решили просто Расширить Вот эти вот Границы Шоу-кейсом Мы решили показать Что Ну ребята Ну и вот так вот Можно Да Это была провокация Но На то Мы как бы И художники Чтобы провоцировать Обывателя Чтобы вводить его Из зоны комфорта Очень странно Это знаете Как Давид и Голиаф То есть И тут такой Маленький Давид Артаташ Монтаж Бах И убил Большого Голиафа Верокса Ну так же не произойдет Ну мы же понимаем Опять же бюджеты То есть Несопоставимые Несопоставимый Размар Там Количество спонсоров То есть У нас это все Делается на энтузиазме Именно этой арт-тусовки Которая в городе существует Наши друзья Знакомые Люди нам Сочувствующие То есть Люди нас понимающие Таня А вы поменяете афишу Или она останется Такая как есть Или это Была небольшая провокация Чтобы посмотреть Там первую реакцию Нет, афиша Есть официальная Артаташ Монтаж Это есть афиша Как тизер Тизер Это отдельная история Которая к нам Принадлежит Но она Не афиша Это тизер Это всего Это полная картина Того что происходит То есть Вот это перевернутое Отзеркаленное Искаженное Инвертированное Ну и все Это Афиша Артаташ Монтаж Будет Не, не будем менять Ну и честно Мне звонили же В первой же Я только разместил Когда в соцсетях Причем у себя Только в соцсетях Никуда Не пошло Это ни в какие Эти Общественные Там Ни в СМИ Ничего такого Ну потому что Это не предполагалось Изначально Мне позвонили Организаторы Попросили убрать Афишу Но я как бы Не стал этого делать Принципиально Потому что Потому что Это все-таки Ну я оставляю за собой Полное право Как житель Этого города Там как Зритель Верокса Иметь собственное мнение И выражать его Тем образом Которую Ну и тем способом Который мне кажется Более доступным И адекватным Ну и популярность Вот этого Крабокотика Которая сейчас Она в принципе Говорит о том Что это очень Удачное Было выражение Ну тут Тут просто Я понимаю Что Я понимаю Организаторов Верокса И не понимаю Нет здесь Никакого скандала Нет никакой Претензии Объективно Нет никакой Попытки Отгрызть там Кусок Не знаю Какого-то пирога От Верокса Которого Этого не происходит То есть И Ну ребятам Просто может быть Не хватило чувства Юмора Может быть Может быть Какая-то Иная причина Внутренняя У них Существовала Почему они Там Напряглись Просили Убрать Это все Но я Я считаю Что тут Ну все Высосано из пальца Вот это вот Великое противостояние Есть Есть конкретная Ирония По этому поводу Есть Действительно Есть непонимание Почему Ну Мы имеем То что имеем Почему мы Называемся Шоу-кейс Фестиваль Там По факту Получаем Программу Которая Непонятно На кого Рассчитана Она не имеет Какой-то Конкретной Аудитории То есть У нас есть Фирменный стиль Грубо говоря Фирменный стиль Стильный Модный Молодежный И есть Группы Которые Рассчитаны На Аудиторию За 40 И их По большому счету Большинство На самом деле Они выступают На главной сцене Или там Мы имеем Группы Которые Постоянно Выступают На общегородских мероприятиях То есть Общий Мейнстрим Такой А при этом Ну какие-то есть Попытки Сделать Из этого Ну это действительно Странно Сделать Из этого Уникальность Там Или не знаю Шоу-кейс О чем Что такое Шоу-кейс Это Лучшее Что мы можем Представить Мы с этим Не согласны Действительно Ну и мы Имеем Это я считаю Мы воспитаны Тем же Радио New Wave Pacific Meridian Это одни и те же люди И которые Сейчас делают Что-то не то Поэтому мы Это дополняем И делаем Так как мы были Воспитаны В каком-либо контексте Был момент Вот не зря Напомнила Я помню просто Pacific Вот эти вот Все фестивали Которые Которые действительно Меня Я когда был школьником Они меня вдохновили На какие-то Может быть то Что мы сейчас делаем Это все вдохновлено Оттуда же Но когда мы Солкнулись с непониманием Этих же людей Которые в свое время Делали Pacific На таком же энтузиазме На таком же Радости и веселье То есть И так же Легко относились К жизни А сейчас эти люди Как-то Закостенели в этом Но это Разочарование Да Такое Гештальт закрылся Разочарование Хорошо Мы говорим Сейчас про Альтернативную музыку Давайте Перечислим Точно Кто у вас будет В программе Чтобы зритель Понимал Что вы считаете Скажем так Своей музыкой Которую вы бы Хотели представить Слушателям И с чем вы Не согласны Хорошо Ну на самом деле Я буду называть В таком В хаотичном Немножко порядке Да Можно некоторых Да Не всех Постараюсь По дням Ну то есть Ну Обязательно у нас будет Sugar Crystal Это Руслан Земляникин Саша Фролов То есть Это основные там И все люди Которые вокруг Это коммуны Наверное Фриджазовые объединяются Потому что В основном Люди Играющие джаз Это всегда Свинг Какой-то Там Это все Музыка для ресторанов Тут совершенно Иной подход Будут у нас В этот Джазовые продолжатели Там Госпел традиций В таких Джазфанков Ребята Тоже очень интересные В плане того Что Ну это такой Пример Духовной Музыки Современной Духовной музыки Ну Интересный момент Only Love Да У них название Only Love Они долго определяются С названием Ну это потому что Тоже есть специфика В этом Потому что Это все коммунно Есть Есть Ребята Которые вот Особенно мне Ну Дальневосточные разлучницы Дальневосточные разлучницы Таня как раз Играет Это Таня Я не знаю Поехал Танцует Все делает Все делает Мультиинструменталист В этой группе То есть Это Концептуальный Герл Бэнд Как я называю То есть Это Традиции Там Не знаю Аве То есть Там Традиции Ну Авангарда Рок-авангарда Которые Девчата Воплощают Будет Самый маленький Человек Это Максим Будущев В качестве Поэта То есть Это Поэзия Уже Максим Будущев Приедет С Сахалина Ради этого Ну Может быть Не ради этого Но Хотелось бы Верить Что и ради этого Тоже Он приедет С Сахалина И представит Как раз Ребята записали Новый альбом Совершенно Чудесный Буду Я выступать Будет Джоуф Джармуш Я буду выступать В качестве Соответственно Тоже Поэта И Электронного Вашиманизма Вот это Вот Своей Постоянной Манере Такой Привычной Там Кто Кто знает Будет Джоуф Джармуш Это Умопомрачительный Проект Валера Шульгенова Ему будет Вадим Шульгенов Помогать Собственно Два брата Ну Валера Он филолог Преподаватель Русского Как иностранного Там Очень На первый взгляд Абсурдные Простые Тексты Которые Обладают Большой Глубиной При этом Он еще и Музыкант Отличный Чтобы мы не Раскрывали Секретов Чтобы Осталась Какая-то Тайна Для тех Кто придет Все-таки На вашу Программу И послушает Я хочу Сказать Что мне Кажется Что ваш Котик Он не должен Стать таким Яблоком Раздора Потому что Котики Это всегда Хорошо Это всегда Смешно Я думаю Что Я думаю Это все Из-за краба То есть Все организаторы Я думаю Две стороны И организаторы Арт-этаж-монтаж И организаторы Верокса Должны будут Как-то Увидеться В какой-то Из дней Пожать Друг другу Руки Сказать Что В принципе Вы не Конкуренты А Очень Здорово Дополнили Программы Друг друга Вот Я желаю Вам удачи Мне кажется Это интересно Каждый Имеет Право На свое Мнение И я думаю Что Слушателям И зрителям Понравится Я обязательно Приду послушать Спасибо Спасибо вам За интересный разговор Я напоминаю Это была программа Время говорить В студии работала Ольга Продан Увидимся на восьмом Редактор субтитров Корректор А.Кулакова